Здравствуйте на телеканале Омск ТВ интервью. В Омске стартовала неделя иммунизации. Цель защитить население от опасных инфекций. По предварительным подсчетам, своевременная вакцинация ежегодно позволяет предотвратить от 2 до 3 миллионов смертельных случаев. Какие инфекции наиболее опасны для амичей? Куда и когда нужно обратиться, чтобы поставить прививку, обязательно ли это и чем чреват отказ? Об этом мы поговорим с начальником отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александрой Недашковской. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Что такое неделя иммунизации и для чего вообще она проводится? Неделя иммунизации, она показывает о важности вакцинации, о том, что вакцинация помогает предотвратить многие заболевания, особенно их осложнения. Она проводится уже более 50 лет ежегодно. В прошлом году мы также проводили эту неделю иммунизации и в это время мы как раз повторяем о том, насколько вакцины могут помочь человеку не заболеть определенными инфекциями. Насколько важно соблюдать вот эту периодичность уже на протяжении 50 лет регулярно мячи привлекают к вакцинации? Ну это больше традиция некая, потому что мячи у нас знают о том, что есть определенные вакцины, о том, когда ими необходимо прививаться, потому что об этом говорит статистика. У нас за прошлый год по Омской области 95% охвата вакцинами, плюс также план прививок выполняется тоже на 100%. Но опять же остается некая когорта людей, которые не прививаются и отказываются от вакцинации и как раз являются восприимчивым населением к определенным инфекциям. И как раз данная неделя еще раз напоминает людям о том, насколько важно вакцинироваться, насколько важно, что мы избавляемся от определенных болезней в эту неделю и насколько полезно как раз знать о том, что необходимо вакцинироваться, потому что предотвращаем как раз осложнение от этих инфекций. Каждая неделя иммунизации обычно проходит под каким-то девизом. В 2022 это была долгая жизнь для всех. А в 2024 о чем мы говорим? Вообще у единой недели иммунизации есть единая тема – это защитить, предупредить и привить. Вот эти три слова, они достаточно емкие, как раз говорят о том, насколько это важно. Каких результатов удалось добиться благодаря регулярной неделе иммунизации в Омском регионе? Ну, как я повторялась ранее, у нас в регионе достаточно высокий уровень охвата населения прививками. И нельзя говорить о том, что за неделю все люди сразу бегут прививаться, потому что это, в принципе, плановая работа. Медицинские организации ежегодно делают план прививок, как годичный, так и месячный, поэтому у нас это все идет по плану. В рамках недели иммунизации сейчас, которая идет, какие мероприятия запланированы? У нас запланированы информирования населения. Мы выставляем на сайте. У нас была конференция с медицинскими работниками, где как раз мы разговаривали с ними о важности вакцинации против коклюша, кори, ветряной оспы, в принципе, о приверженности медицинских работникам к вакцинам и работе с населением. Также у нас был создан план, который мы во все ведомства разослали, где говорится о том, что также юридические лица, министерства должны на своих сайтах выложить информацию о том, как вакцины помогают людям и против каких инфекций необходимо прививаться, потому что у нас есть национальный календарь прививок по эпид-показаниям, по плановым прививкам. Вот, например, у нас в принципе в национальном календаре есть 12 прививок, против которых вас привьют в любом медицинском учреждении, что в медицинском учреждении детского сада, школы, если у вас есть медсанчасть на работе, в поликлинике, больнице. Есть еще 24 прививки по эпид-показаниям. Данные прививки в зависимости, ну, зависит от того, насколько регион нуждается в них. Вот, например, у нас территория эндемичная по клещам, и поэтому у нас идет активная иммунизация людей против клещевого энцефалита. Помимо прививки от клещевого энцефалита, какие еще вакцины чаще всего ставят ОМИЧИ в рамках недели иммунизации? В принципе, при рождении у нас ставятся прививки, есть две первые прививки, когда детки рождаются, это против гепатита, В и туберкулеза, и далее уже в рамках как раз национального календаря в детстве ставятся прививки против дифтерии, краснухи, столбняка, корика, клюша, гемофильные инфекции. Если это по эндемичным каким-то календарю, то это прививки против гепатита А, это работники пищеблока, медицинские работники, это прививки, как я говорила ранее, против клещевого энцефалита, тулеремии, бешенства, также для контингентов, которые работают с данными инфекциями, либо, опять же, если они встретились с определенным источником, либо инфекцией, или с подозрением на данную инфекцию, тоже прививаются в соответствии с календарем. В рамках недели иммунизации вы уже сказали, что амичи достаточно активно ставят себе прививки, а есть ли конкретно какие-то цифры и статистики, которые могут это проиллюстрировать? За неделю иммунизации мы не собираем таких данных, мы собираем, в принципе, ежемесячно данные по вакцинации, и у нас прививаются люди достаточно активно, в месяц в среднем 8% от запланированного количества человек. В прошлом году у нас был зафиксирован резкий скачок заболеваемости корью. С чем это связано? Заболеваемость корью у нас, да, в прошлом году было зарегистрировано 29 случаев заболеванию корью, но в то же время мы были ниже Российской Федерации показателей и по Сибирскому федеральному округу. Но в то же время у нас возникли такие случаи из-за того, что люди как раз были непривиты. Все, кто заболел, у них были отказы от прививок, либо по личным каким-то убеждениям религиозным, поэтому, опять же, как раз даже в принципе данные случаи говорят о том, что если бы вы, ну люди, кто отказывается, поставили бы прививки, вы бы не заболели. Поэтому как раз тоже хочется напомнить о том, что вакцины помогают нам защитить себя от заболеваний, которые потом могут дать какие-либо осложнения. При коре это такие бывают осложнения, как атиты, пневмонии, иногда даже бывают и летальные случаи. Иными словами, можно сказать о том, что отказ от прививки имеет прямую взаимосвязь с последствиями возобновления тех инфекций, которые ранее не было и были уже побеждены. Да, можно сказать и так, но, к счастью, у нас все равно люди активно прививаются. Если говорить про статистику, например, у нас полиэмилит элиминирован, он не регистрировался с 1980-х годов на территории города Омска и Омской области. То есть дифтерия регистрировалась в 2009 году, Краснуха также в 2010 году. И что говорит о том, что вакцины работают, и люди не болеют данными инфекциями, и люди, поставив прививку, защитили себя от этого. И тоже хочется напомнить, например, что стоит не забывать, что прививки вот эти вот детские, они ставятся, да, по плану в детстве, но есть те, которые ревакцинироваться должны взрослые, например, против дифтерии и столбняка. Ревакцинация у нас каждые 10 лет. Бывает, что взрослые забывают об этом, потому что им ставят 14 лет, а потом вот 24, далее в 3-4 и так далее. Участие в неделе иммунизации, оно обязательно и чем чреват отказ? Участие в неделе иммунизации, это, в принципе, как я говорила ранее, это напоминание жителям о том, как важно прививаться. А отказ от прививок – это, конечно же, риск как раз того, что вы не защитите себя, например, своего ребенка от различного заболевания, и далее вы можете заболеть этим и получить осложнение, что самое страшное. Какие прививки сейчас актуально будет себе поставить? Ну, как я говорила ранее, актуально у нас ставить все прививки. Если вы вдруг не привиты, опять же, необходимо прививаться в соответствии с графиком национального календаря. Вы можете обратиться в медицинскую организацию по этому поводу, чтобы они проанализировали, что у вас не стоит. А, как говорится, сейчас у нас лето, и актуально это клещи, начало сезона активности клещей, поэтому если у вас нет прививки против клещевого энцефалита, стоит поставить ее за 14 дней до прибытия на эндемичную территорию. Но это не полная гарантия того, что человек не заразится, но заболевание пройдет в более легкой форме, верно? Да, все верно. Но, опять же, если говорить тоже про осень, то это вакцинация против гриппа очень актуальна, начиная с сентября, октября. И, в принципе, все, что у нас есть в национальном календаре прививок, как я говорила ранее, это 12 инфекций, вы можете обратиться в медицинскую организацию по месту жительства, чтобы вам поставили прививку, и вы защитили себя и своих близких от случаев заболевания. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, это было интервью с начальником отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александрой Недошковской. Я Ксения Тойчкина. Увидимся в эфире телеканала Омск ТВ.